Острая нехватка дипломированных специалистов и сезонных рабочих, а также отсутствие постоянного научного сопровождения в части проведения различных агрохимических мероприятий. Проблемы развития сельского хозяйства в Мельковском районе обсудили на совещании Комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Заксобрания региона. Его председатель Оксана Герасимова отметила, что в ходе обсуждения приняли ряд решений. Решение можно разделить условно на три части. Стратегического и тактического характера. Если мы говорим про стратегическое направление, то нам сегодня нужно пересмотреть программы нашего Камчатского сельхозтехникума по подготовке специалистов для сельского хозяйства наиболее востребованных специальностей. Например, для подготовки для Мельковского района, подготовки комбайнеров. Сегодня мы столкнулись с той проблемой, что сегодня и готовить комбайнеров никто не может на территории Камчатского края, потому что таких специалистов нет. И принято решение, что в том числе будут привлечены офицеры запаса, которые могут пройти переподготовку и в дальнейшем проводить обучение наших потенциальных студентов. По словам Оксаны Герасимовой, важно обеспечить студентам Камчатского сельскохозяйственного техникума прохождение полноценной практики в сезон активных полевых работ. Сегодня важно, чтобы они проходили практику не только на предприятиях сельского хозяйства, но и в организациях, которые обеспечивают сопровождение наших камчатских фермеров. Это Агрохимслужба, это Россельхозцентр, это Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Потому что работая и проходя практику в таких организациях, будущие специалисты получают максимум знаний и максимум опыта. В качестве злободневной задачи, которую надо решать уже сегодня, Оксана Герасимова отметила привлечение в Мильковский район специалистов из других регионов страны. Администрация Мильковского района совместно с Министерством труда и кадрового обеспечения произведет поиск агрономов, зоотехников на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе с привлечением специалистов из Луганской, Донецкой народных республик. Сегодня фермеры Мильковского района подготовят техническое задание и требования к данным специалистам. Министерство труда таких специалистов найдет, и администрация Мильковского района предоставит жилье для проживания этих специалистов. Такой комплексный подход. Также, по ее словам, те меры поддержки, которые есть в региональном Минсельхозе, позволяют в том числе направлять будущих специалистов в сфере сельского хозяйства на целевое обучение в профильные учебные заведения как на территории Камчатского края, так и за его пределы. Еще один важный момент, на который обратили внимание все участники, что сегодня пока мы проводим подбор таких специалистов, которые требуются в условиях того, что мы несколько переориентируем на работу нашего Камчатского сельхозтехникума, сегодня есть организации, которые могут осуществлять сопровождение крестьянско-фермерских хозяйств в течение года. Это три организации, которые я уже назвала. Агрохимслужба, это Ростсельхозцентр и НИСК сельского хозяйства. Эти организации могут оказывать содействие в обеспечении плодородия земель, защите растений, в подготовке и нормировании удобрения, которое необходимо применять на той или иной территории. Председатель комитета особо отметила, что проблемы обеспечения профильными кадрами сельскохозяйственной отрасли особенно остро сегодня стоят именно в Мильковском районе. Поэтому важно, чтобы местная администрация, правительство и заксобрание региона сдвинули с точки эти злободневные вопросы, чтобы придать импульс развитию сельского хозяйства.